В ежегодном городском турнире, который проходит в преддверии Нового года, участвуют около 400 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. Большинство шпажистов – воспитанники девятой детско-юношеской спортшколы. Степан Пирогов, например, занимается фехтованием два года и решительно настроен войти в тройку сильнейших. Я уверена, что второе место будет именно мое, потому что здесь очень много достойных соперников, очень много сильных. Я уверена, что я займу именно второе место. На турнире много и представителей из других регионов страны, а также Луганской и Донецкой. С каждым годом география участников расширяется. Соревнования дают возможность юным фехтовальщикам повысить свое мастерство, выполнить разрядные нормативы и подготовиться к другим стартам. Дети фехтуют до 4 уколов, это групповой этап, и до 12 – олимпийскую сетку, а взрослым – до 5 и до 15. Единственное отличие – все остальное так же, как у взрослых. Эти соревнования являются отборочными на первенстве Краснодарского края. Оно пройдет, вот после соревнований этих мы сразу же отправляемся уже на край. Оно будет проходить с 5 по 8 декабря. Многие спортсмены не смогут попасть на краевые соревнования по возрасту, в их числе и 12-летний сочинец Арсений Мачалин. Этим спортом он занимается только второй год, но уже успел достичь хороших результатов. На всероссийских соревнованиях, прошедших недавно в Ростове, он стал победителем. И 8 декабря вновь отправится на всероссийский турнир, который пройдет в Курске. Я в Ростове занял первое место. Первые соревнования мои проходили 1 декабря в прошлом году. Мне было очень сложно, как я первый раз фиртовал. И потом вторые соревнования между нами, я занял первое место. Главное здесь надо резкость, быстрота и четкость попадания в электрокурточку. Программа городского турнира, посвященная Новому году, рассчитана на 5 дней. Сегодня прошли личные соревнования среди юношей и девушек до 15 лет в сабле и рапире. Завтра командные соревнования по шпаге пройдут 1 и 2 декабря. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.